27 апреля 1975 года, первый и последний раз в истории гонок Формулы-1, зачётные очки набрала женщина. Её звали Лелла Ломбарди, и с тех пор в моих любимых гонках женщины успеха не добивались. Да их там вообще нет. Дима, а что за радость в твоём голосе? Что ты хочешь этим сказать? А то, что не стоит вам стремиться в мужские профессии, доказывайте своё превосходство, вот, к примеру, на кухне. Вот, кстати, сегодня ножи и кастрюльки в твоём распоряжении, так что твоя очередь удивлять. А я и удивлю. Удивишь. Да, сегодня в нашей рубрике «Завтрак на 100» будет по-настоящему вкусно. Так, я готов тебе помочь, но только скажи мне для начала, чем ты меня удивлять не собрала? Салатом из свежей капусты. Из свежей капусты? Обычной капусты? Вот именно, но при этом у меня будет один секретный ингредиент, благодаря которому ты попросишь добавки. А что это за секретная специя? Ну, потом расскажу, а прежде помоги мне нашинковать зелень и порезать яйца. Хорошо. А ты чем займёшься? Я смотрю, капустка-то у тебя уже пошинкована. Капустка нашинкована. У меня есть вот такая ёмкость для салата. Я выложу капусту туда. Так, вот капуста у нас нашинкована. Слушай, свеженькая капуста уже появилась. Всю капусту выкладываем в зелёный горошек, весенний салатик. Смотри, какой прекрасный у нас насыщенный цвет. И... Зеленушечку туда, да? Туда зеленушечку. И... И сейчас ты будешь приятно удивлён. Удиви меня. Смотри, что у меня есть. Та-дам! Ну, конечно. Сервелат. Ну, конечно. Пальчики оближешь. Ещё бы. Ведь это сервелат торговой марки Брестский мясокомбинат, который можно приобрести в магазинах компании «Белорусские продукты». Прекрасно. Начну резать. Начни резать. А я тебе хочешь интересную историю расскажу? Ну, да. Но прежде вопрос. А вот как ты думаешь, чем выгодно отличается, ну, тот же сервелат или другие какие-нибудь сырокопчёные, вяленые продукты, например, от обычной, например, варёной колбасы? Так. Ну, я так думаю, в более длительном хранении. Правильно. Длительный срок хранения. Ведь раньше-то как было? Вот кочевники, когда скакали, передвигались, так сказать, по степям нашей бескрайней родины. Так они хранили мясо. Вот как-то. Так, ну, каким-то необычным способом, я так не полагаю. Ну, конечно, солодильников-то у них тут не было, да? Они привязывали куски мяса под брюхо лошади. И мясо пропитывалось конским потом, да, пропитывалось, пропитывалось, тем самым, ну, как бы таким солёным становилось. Вот солёный и вот не портилось. Да, хорошо, что сейчас человечество изобрело более современные методы и технологии. И теперь у нас есть и сервелатики, и прочее. А чем ты предполагаешь заправлять? Заправить мы будем, заправлять будем наш салат майонезиком. Майонезиком? Кстати, сколько ты предпочитаешь? Я предпочитаю. Так, ну, на такое количество горошка, да? Ну, наверное, полбанки майонеза. Полбанки майонеза? Это немного? Сурки, конечно. Ну, я не знаю, Юрий, ну, ну, кинь туда. Так, я думаю, колбаски сейчас ещё, ещё добавим колбаски. Я дорежу наш вкуснейший сервелат. Особенно колбаски брестского мясокомбината. Клади, клади. Насчёт этого секретного ингредиента я с тобой полностью согласен. И наш весенний питательный салат будет почти готов. Да. Удивила я тебя, да? Секретным ингредиентом. Нет, я понимаю, что сейчас, в общем-то, весна, нужно потреблять больше овощей, зелени. Ну, тоже мужчина не любит мясо. Ну, что? Так, всё. Полбанки, говоришь, да? Ну, всё-таки я выберу золотую середину. Сколько? И добавлю три ложки. Я тебе уточнял, вроде бы, три ложечки. Отличненько. Перчику добавить, так, грубо говоря? Для пикантности можно. Хотя у нас колбаска-то сама по себе пикантна. Соли здесь, естественно, не нужно. Поскольку майонез, да и колбаса у нас солёная. Я уже готов всё это пробовать. Там у тебя зелёненькая тарелочка лежит. Это моя тарелочка. Сейчас твоя порция тебя дождётся. Ты приготовил вилочку? Да, вилочку. Вилочку готовь. Ты же моя вилочка. Ты что, я сегодня без вилочки? Какой ты голодный с утра, да? Я сам на себя не похож. Так. Так, ох, какой-то запах. И цвет неплохой, ты знаешь. Да, я так думаю, таким салатом можно на полдня наесться. Весь наш взвод сегодняшний можно накормить таким салатом. Поверьте, ребята. Что, тебе побольше колбаски, да? Ты знаешь. Сейчас. Ты знаешь, о чём я сейчас думаю. Ну, а пока Дима пробует, я напомню, что для приготовления салата нам потребовалось 300 граммов белокочанной капусты, 100 граммов сервелата, 2 отварных яйца, полбанки зелёного горошка, зелень и майонез по вкусу. Ира, это безумно вкусно. Ты была права, я потребую тебя чуть позже на добавки. Обязательно. Что-то же, удивила я тебя. Ну, а нам осталось добавить, что 30 апреля и 1 мая на рынке Михайловский пройдёт дегустация белорусских продуктов. Приходите, пробуйте и приятного вам аппетита.